Привет, друзья! Вы смотрите Банальное ТВ, с вами ТУРБА! И с вами продолжаем играть в Супер Ворлд Бокс! Сегодня мы с вами продолжаем следить за нашим шестым сезоном, за нашим шестым миром, в котором происходит... Ну, на самом деле, прям жесткие такие события, то есть все воюют со всеми, какая-то жесть происходит, кто-то кого-то уничтожает. В общем, реально, все очень жестко, все очень страшно. Не забывайте поставить лайк, да, и если вы вдруг что-нибудь подписаны, то подпишитесь. В общем, у нас появилось пару новых городов, точнее, переименовались один город, это Куба. Причем в этом городе достаточно много золота, в принципе, есть еда. По остальным ресурсам все, так сказать, бедновато, бедновато. И также есть город Дуркинск, Дуркинск, который у нас появился в государстве имени Святого Бати. В этом городе у нас нет ничего, кроме еды и немножко дерева. Ну, зато можно покушать и что-нибудь сделать с деревом. Так, что у нас по войнам? По войнам у нас терракотовый карат воюет с империей Нового Света. Дальше. Культ Солнца у нас воюет с государством имени Святого Бати и с Темным Царством. Ну, то есть, вот тут они все друг с другом потихоньку воюют. То есть, у них тройная такая тройничок, война тройничок, назовем это так. Давайте включим вторую скорость, чтобы все было... Все друг друга бьют, всех друг друга долбят, как говорится. Жизнь прекрасна. Кстати, у нас уже тысяча домов в мире. Смотрите, дома растут. Нет, падают. Нет, растут. Нет, падают. То есть, дома строятся, дома ломаются. В общем, жизнь, жизнь тяжелая штука. Мне нравится, как вот здесь такой кусочек стоит, который никого не трогает и его никто не трогает. Но мне кажется, это до поры до времени. Итак, в этой войне у нас что получается? Терракотовый карат против Империи Нового Света. У Империи Нового Света намного больше людей. Да, примерно на 200 человек. Так что я думаю, что у Империи Нового Света здесь шансов будет побольше. И это плохо. Это плохо для Терракотового карата. Но для Империи Нового Света это хорошо, в принципе. Поэтому как-то вот так, дорогие друзья. Смотрим, что происходит сверху здесь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я что-то как-то... Я что-то как-то пропустил момент. У Государства имени Святого Батии очень большие проблемы. Потому что Темное Царство и Культ Солнца с двух сторон, так сказать, поджимают. Поджимают. Так что, скорее всего, у Государства имени Святого Батии проблемы. Город Дуркинск, возможно, проживет не так много, как хотелось бы человеку, который его, так сказать, переименовал под себя. Это, по-моему, Ютуб Дурка или как-то так чувака зовут. Поэтому, как бы, да. Страшно, страшно жить в этом мире, дорогие друзья. Страшно жить. Все потихоньку убирают. Ой, я же зевыдул. Ребята, извините, зеваю, да, непрофессионально. Ну, бывает, бывает. Так. Финепинск сейчас падет. А, тут же раньше была Финепия, точно. Ну, сейчас Финепию, Финепинск, скорее всего, порежут. И останется Дуркинск, Святыня Императора и Лацио. Это все, что, скорее всего, останется. Да. Темное царство, реально темное царство. Они прям неплохо живут. У них прям все хорошо. И это реально жестко, это реально жестко. Я считаю, что это реально жестко. А, кстати, да. В прошлый раз же мне, блин, 300 рублей сдонатили. Я там пару каких-то этих поставил. Давайте для, так сказать, удовлетворения ваших потребностей. Все-таки я там, блин, поставил какие-то мины, там, парочку. Давайте сделаем вот так вот. Кажется, так будет правильней. Кинул метеорит. Ну, мало ли там, метеорит упал с неба. Шо, бывает, бывает. Нормально, такое возможно. Тут они нормально, я думаю. В принципе, слишком сильно у них проблем от этого не будет. Но в целом, почему бы и нет, как говорится. Почему бы и нет. Так, что у нас здесь происходит? Так, скорость 2-й, все хорошо. Да, ребята, у Финепинска здесь проблемы жесткие. Которые решить, скорее всего, не получится. Еще есть снизу, вон, пацаны, которые прибежали из культа солнца. Они тоже, скорее всего, не дадут продохнуть. Да, здесь сейчас Лацию захватят. Святыня Императора. Короче, ребята, пипец. Государство имени Святого Бати настал полный, как говорится, пипец. Здесь тоже жопа. У всех реально, ребята, жопа. Ой, у этих пацанов тоже еще двойная жопа. Они еще и с этим воюют. Эти вообще, блин, практически со всеми воюют. Да. Да, друзья. Святыня Императора практически. Да, все. Святыня Императора больше нет. Лацию сейчас тоже. Кстати, не забывайте, в описании тоже ссылочка будет на донасе. Если вы хотите свой город, либо какие-то события сделать, то ссылочка будет в описании. Короче, жесть, ребята. Полная, полная жесть. А теперь, кстати, ребята, я смотрю, что проблемы все-таки у Империи Нового Света. Потому что они окружены теперь терракотовым каратом и культом солнца. То есть тут пипец. У пацанов реально пипец. Ну а государство имени Святого Бати... Смотрите. Зато Дуркинск побывал столицей. Я надеюсь, что Ютуб Дурка доволен. Но, к сожалению, увы и ах. Дуркинск тоже под осадой. И Темное Царство. Сейчас, кстати, на первое место вышло. И это, мне кажется, не очень хорошо... Ты что ж с голосом? Не очень хорошо для культа солнца, который решил им помочь в этой войне. Потому что, скорее всего, Темное Царство здесь заберет все себе. Все вот эти территории. Я думаю, что они не будут, так сказать, граничить, соседствовать с другими расами. Им это не нужно. Все, ребята. На Верхнем Острове больше никого, кроме Темного Царства, не осталось. И это реально жестко. Это реально жестко. Терракотовый карат. Смотрите. Получилось терракотового карата выгнать вот отсюда с этих земель, так сказать, со своих, грубо говоря, да? Ну, не совсем их, конечно. Ну, короче, с левого берега реки у них получилось выгнать империю Нового Света. Ну, и тут, скорее всего, культ солнца их потихонечку заберет. Потихонечку заберет. Потому что здесь можно уже без уничтожения городов... Здесь уже можно просто перекрашивать. Кстати, смотрите. Ого! Тут битва за эквестрию нормальная такая. Туда-сюда. Так, ну и что там сверху, получается? А, Темное Царство, кстати, воюет. Да, вот я и говорил. Они воюют с культом солнца. Потому что они не хотят с ними здесь граничить. И, скорее всего, я не знаю, что будет происходить. Да, ребят, ну события, конечно, реально жесткие. События реально жесткие. Да, киса? Кс-кс-кс. Киса там моется. Нормальная тема. Блин, ребят, извините. Не особо выспался, поэтому... На мои зевки внимания особо не обращайте. Так, терракотовый карат, кстати, ни с кем не воюет. То есть они реально выгнали вот с левого берега пацанов из империи Нового Света. И, как говорится, все, пошли отдыхать. А вот тут вот уже битва такая. Такая. Такая битва такая. Кстати, Темное Царство реально красавчики. Здесь себе пару деревень сделали, которых чилят. Но, скорее всего, их отсюда выгонят. Уже в ближайшее время посмотрим. Опа. Донатик. Ярослав, 30 рублей. Великий Ярославск. Блин, донатик во время видео, это, конечно, хорошо. Так, Великий Ярославск. Неплохо. Так, Великий Ярославск. Вот это, 278. Блин, спасибо, спасибо большое. Очень приятно. Великий Ярославск. Во время видео донатик. Неплохо. Бывает такое, бывает. Интересненько. Так, туда-сюда здесь, короче, отбираются города Эквестрии и республиканский город. То один, то другой пытается его забрать. Посмотрим, у кого армия сильнее. Кстати, давайте посмотрим. Блин, ну, ребят, у нас осталось всего лишь 4 страны. Офигеть. Так, что здесь? Легендарный смертельный молот. Он вроде легендарный, но все равно, смотрите. Оружие. Ой, здоровье минус 60. Почему, интересно? Кстати, у него вообще здоровье 500. Как так-то? Это же человек? Или подождите? Культ солнца. Да, это человек. А откуда у человека 500 здоровья? А он благословенный. Мудрый. Я знаю, что он благословенный. Да, нифига себе, 64 года. Ну, почему, интересно, вот этот вот молот, вроде легендарный, отдает урон. Ну, урон, конечно, хороший. Прям супер хороший. Все остальное. Ну, видимо, это такой молот, который за свою силу отбирает у человека там его какие-то качества. Возможно, возможно. Так, здесь что у нас? Так, это у нас орк, получается, да? 203. Что-то слабенький орк, кстати. Так, медь-молот, кожа-шлем, хороший доспех. Ботинки. Так, неинтересно. Неинтересно. Так, здесь что? Копьёс, шлем, бла-бла-бла. Да, ничего интересного. Больше особо ничего интересного. Вот тот вот молот, это, конечно, прикольно. Прикольно. Остальное все так себе. Так, здесь реально прям жесткая битва вот за эти два города. То одни его забирают, то другие. Все-таки интересно, кому он перейдет на постоянную основу. Здесь, блин, просто как будто, знаете, мерцает, блин, электричество. Знаете, так туда-сюда, тык-тык, искрится, блин. Ну, бывает, бывает такое, бывает. Великий Ярославск Новый Гверит. Ладно. Так, все же, кто заберет здесь все? Понятное дело, что преимущество, скорее всего, конечно, у культа Солнца. Это, кстати, уже теперь самое большое государство. У империи Нового Света, конечно, полные проблемы, полные проблемы. Но, как говорится, ой-ой-ой, нет, все, ребят. Или нет? Непонятно, реально. Давайте, может быть, немножко ускоримся, чтобы посмотреть все-таки, что же произойдет-то. А так можно бесконечно на эту смену цветов смотреть. Походу, так и будет. Ну, кстати, в Лавдоне было 80, уже 50 человек, скорее всего, они сейчас... Да, смотрите, Лавдон, все, ребята, все. Осталось три государства. И это, блин, жестко. И это, блин, реально жестко, я считаю. Так что там по войнам? Эти воюют с этими. Эти воюют... Короче, все находятся в войне. Но сейчас, смотрите. То есть, у нас остались дварфы, люди. Правильно? Дварфы, люди и орки. Люди и дварфы сейчас объединились. Все, смотрите. Видите, у каждого, получается, свой, не знаю, ну, остров, да, большой. То есть, у этих сверху, у этих вот здесь вот, еще плюс маленький, и у этих справа. Красиво? Красиво, не спорю. Давайте сохранимся. Обязательно подписывайтесь на мой канал, если вы еще этого не сделали. Ставьте свои большие пальцы вверх, пишите свои комментарии. Это новая серия по замечательной игре Super World Box. Не заставит себя долго ждать.